Здравствуйте, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачков. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете. Только на моем канале YouTube. Более 130 часов видео лекций о том, как правильно пить воду, как правильно питаться, что такое здоровый образ жизни и какие компоненты его в разных условиях приносят либо пользу вам, либо вред. Что такое профилактика и лечение. Как их правильно проводить народными средствами, в домашних условиях, средствами официальной медицины. А в этом видео я хочу затронуть очень важную тему и дать советы диетолога, как правильно питаться в летнюю жару, чтобы не пострадать. Очень важный вопрос летом – правильный завтрак. Собственно, он важен в любое время года и должен меняться в зависимости от того, как меняется окружающая вас среда, погодные условия. Завтрак летом должен дать вам не только энергию, которая, кстати, не так много и требуется в жаркое время года. Нельзя разогревать организм, потому как легко перегреться и пострадать по этой причине. Завтрак должен принести вам вместе с энергией и воду, но количество имеет огромное значение. И определить вам потребность в воде помогут обычные напольные весы. Вы должны взвеситься были вечером перед сном и утром, проснувшись после опорожнения мочевого пузыря. Вот эту разницу в весе, если зимой вы могли с утра компенсировать примерно 30-50%, рассчитывая, что остальное произойдет в течение дня, летом, в летнюю жару, вы должны полностью компенсировать эти потери веса. Если вы потеряли полтилограмма в весе, 500 мл воды вы должны выпить. Или сок, или компот, или узвар, или молочная сыворотка. Тут возможны варианты, но покрыть потери воды за ночь вы должны полностью. Только после этого у вас появляется собственно завтрак. Что вы можете употребить на завтрак? Логичны им в холодное время года тяжелые продукты мяса, рыба, птица летом нелогичны. Да, они закрывают вашу пищеварительную систему, вы дольше не испытываете чувство голода, но они перекрывают доступ в ваш организм и жидкости, которая содержится и в этих продуктах, и в гарнире. Но пока кусок мяса будет перевариваться в желудке, ни одна капля воды мимо не пройдет. На моем канале есть десятки видео о том, как правильно пить воду. В том числе и во время еды. И вопреки мнению, что принятая во время еды вода может каким-то путем обойти пищу, желудок это не кастрюля, где можно отодвинуть густую часть пищи, и, скажем, через дырку в дне вы можете пролить воду. В желудке пища охватывается плотно, и вода не может пройти. Там нет глаз у вашего желудка, чтобы пропустить воду. Она будет перемешиваться во всем объеме желудка, перемешиваться с пищей, разбавлять желудочный сок и нарушать процесс пищеварения. Поэтому для того, чтобы вы не пострадали, если вы выходите из дому вскоре после завтрака, то пища должна быть скромной. Должна быть больше вегетарианской. И вопреки мнению многих, что я мясоед и пропагандирую мясоедство, летом в жару, ребята, вегетарианцы, я с вами, я питаюсь так же, как и вы. Потому что я понимаю, что растительная пища, она достаточно водяниста. Плюс-минус процентов 90 воды в ней содержится. И эта вода не быстро всасывается в кровь, как просто принятая вода. В чистом виде, либо соки, компоты, чаи. Эта вода относительно медленно всасывается из кишечника в кровь и поддерживает самый главный показатель. нормальную вязкость крови. Не дает крови загустеть. Первым признаком загустевания крови и первый звоночек, желтая карточка для вашего организма, летом, это сухость во рту. Когда уменьшается потение, появляется сухость во рту, и это уже говорит, что вашему организму воды не хватает. Следующий звоночек, уже достаточно серьезный, это появление жажды. И лучше, конечно, чтобы вы не доводили до появления чувства жажды, хотя многие именно по этому показателю и употребляют воду летом. А вот правильное питание с утра, оно как раз обеспечивает этот процесс. А вот как вам питаться правильно, если вы вышли из дому и находитесь в достаточно экстремальных погодных условиях, где вокруг вас жарко, а не дай бог еще и ветрено. А если вы еще и неправильно оделись, такие видео, как правильно загорать в летнюю жару, как подготовиться к этому, есть на моем канале, посмотрите. Одежда имеет громадное значение в экономии воды. И чем правильнее вы оделись, тем меньше воды вам с собой нужно носить. как в пищеварительной системе, так и в различных, скажем так, в руках, или в сумке, или в автомобиле. Смотрите видео дальше. После того, как вы на 100% компенсировали потери воды за ночь, обязательно нужно выйти на эту точку, только после этого у вас появляется правильный завтрак. И на мой взгляд, самый правильный завтрак летом, это постный суп. Постный борщ, постный щи, это может быть овощное рагу, это может быть каша, по вашему выбору, но сваренная на воде, а не на молоке, а может быть даже и хорошо разваренная. В этом случае вы на несколько часов получили хороший заряд энергии, который не будет перегревать ваш организм, потому что всасываться будет медленно, пища в кровь, и точно так же относительно медленно в кровь будет поступать и вода. поддерживая на нужном уровне вязкость крови, и предупреждая появление как сухости во рту, так и жажды, при появлении которых, лучше при появлении сухости, нужно запасы воды в организме правильно пополнять. Я сознательно исключил из этого перечня продуктов на правильный завтрак салаты. Да, сырые салаты тоже источник воды, тоже источник энергии, но очень опасный источник. Причем сырые салаты менее опасны зимой, потому как в окружающей человека среде в холодных условиях микроорганизмы развиваются медленнее. И сырые салаты становятся очень опасными летом, потому как микробная опасность резко возрастает. И самая большая опасность кроется в способе приготовления салата. Да, вы не берете яблоко, и не кушаете чаще всего его летом, потому как риск отравиться легко и просто. Вы его моете. И вот здесь мало что меняется, потому как вода великолепная среда для размножения бактерий. Если вы не подготовили воду правильно, то есть не побеспокоились о том, чтобы обезопасить ее, очистить от микроорганизмов, салат становится микробной бомбой. Вы смываете пыль и меняете микробный пейзаж, скажем так, на поверхности салатов, сырых овощей и фруктов одни на другие. Вы смываете те, которые лежали там до того, как вы начали их обрабатывать, и наносите те, которые находились в воде. Причем органолептически, то есть на вкус, на цвет, на запах такая вода не отличается от доброкачественной. Вы отличить это не можете, только по одному результату. После употребления салата отравление не возникло. Вы можете вздохнуть спокойно. Да, источник воды был чистый в тот момент, когда вы обрабатывали салат, готовили его к употреблению в пищу. Этот момент очень важен, потому как на сегодняшний день 80% инфекции, эта статистика, переносится через воду. И вода должна быть с гарантией чистой. В этом случае вы уверены в том, что салат не навредит вам. И это очень важно понимать и знать. А вот какие источники жидкости вы можете носить с собой, я расскажу прямо сейчас. Даже в самую сильную летнюю жару в домашних условиях можно создать комфортные условия и фактически питаться по своему усмотрению. Защитность сложнее, если вы планируете провести день вне дома. В этом случае вы на 100% не можете контролировать окружающую вас среду и должны быть готовы к самым экстремальным ситуациям. Основные индикаторы вы знаете. Это сухость во рту, это жажда, ну и периодически спонтанно может появляться чувство голода. Вот важно правильно удовлетворить чувство голода, чтобы одновременно пополнить запасы воды и не попасть ни на сухость во рту, ни на жажду. И в этом случае у вас есть несколько возможностей да, вы можете использовать заведение общепита и пополнить запасы и воды, и еды там, но летом вы должны им доверять в большей степени, чем зимой. Если вы видите заранее приготовленный салатик, вы понимаете, что воздух вокруг этого салатика не стерилен и в этом салатике уже могут размножаться бактерии. Больше того, вы же не знаете, когда его приготовили. Сегодня прямо перед вами нарубили гору салата. Или он был приготовлен заблаговременно, даже не в этих условиях. Вы видите, тут стерильно, а салатик могли приготовить в соседнем заведении в не самых подходящих для этого условиях. вы это не контролируете. Поэтому я бы советовал, если это общепит, то вы должны кушать не тот салат, который приготовлен заранее, а тот, который готовили перед вами. Вы хоть видите, в каких условиях это происходит. Тем более, что с момента приготовления при измельчении растительных продуктов появляется клеточный сок, а это прекрасная среда для развития бактерий. И одно дело, когда старт в развитии бактерий прямо перед вами, а другое дело, вы не знаете, когда бактерии начали размножаться в этом салате. Если салат приготовлен прямо перед вами, прекрасно. Если у вас есть аппетит, значит у вас дезинфектор в желудке уже ждет, желудочный сок там стоит, и далеко не все бактерии смогут в вашем организме начать активное развитие. А вы их переварили и в данном случае получили пользу. Салат должен быть обязательно заправлен каким-то жиром, каким-то маслом, сметаной. Для того, чтобы включился второй дезинфектор, это желудочный пузырь, чтобы он в 12-перстную кишку сбросил дополнительное количество желчи и добил тех бактерий, которые проскочили кислую среду желудочного содержимого. В этом случае вы в большей безопасности. но самая большая безопасность в другом. Если вы не поленитесь и возьмете с собой термос, в котором запарите кашку по вашему выбору и употребите легко и просто ту пищу, которую приготовили вы, качество которой контролируете вы. Ну и безопасность из этого, из этой ситуации будет у вас максимально. Поэтому в данном случае, если вы планируете питание вне дома, риски есть, безусловно, они есть, они всегда есть. Но, чем больше опасностей вы предотвратили, тем больше здоровья вы приобрели. И в этом громадный плюс. Как же правильно питаться вечером? Вы узнаете прямо сейчас, когда вы вернулись домой. Имеет значение и эта ситуация и она очень интересна и неоднозначна. Смотрите видео дальше. Когда спадает летняя жара и необходимость в охлаждении организма уменьшается, кровь частично покидает сосуды кожи и начинает лучше работать печень, почки, очищается ваша кровь, фильтры работают прекрасно, возвращается кровь в большей степени и в сосуды органов пищеварения. и запускается аппетит. Важно его правильно использовать, чтобы не пострадать. У некоторых аппетит усиливается до зверского и готовы съесть все. Здесь большая проблема кроется. Потому как съесть все можно. Вопрос чем это все закончится. Я бы не советовал если температура окружающей среды 30-33 градуса и выше расширять свой рацион за ужином далее, кисломолочными продуктами. Вы можете выпить йогурт, простоквашу, можете съесть творожок с какими-то фруктами. В данном случае ваш организм получил и белки, получил и воду. И самое главное вы нейтрализовали желудочный сок. Предупредили обострение как гастрита, так и язвенной болезни. и это здорово. Потому как более тяжелая пища переварится, но если не до конца, у вас с утра будет не самое лучшее состояние, потому как астрономические сны ночью практически обеспечены, снижение аппетита с утра обеспечено, и вам будет сложно правильно позавтракать, и следующий день провести так же безопасно, как и предыдущий. поэтому не стоит слишком активно орудовать вилкой и ложкой за ужином, особенно в летнюю жару, потому как разные ситуации могут возникнуть для вашего здоровья, и к сожалению негативные. А если вы поужинали правильно, понимая, что условия окружающей среды не самые простые, поэтому предупрежден вооружен, в данном случае вы ночь проведете спокойно, утром проснетесь с хорошим аппетитом, и повторив предыдущий день, будете в полной безопасности. А на этой положительной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео, я подумаю какое видео написать на эту тему для вас. Скорее всего это будут советы диетолога, как правильно пить воду летом, чтобы здоровья было больше, а опасностей для вашей жизни меньше. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...